Информационная программа Наши Новости начинает свою работу. В студии Евгения Даровская и Кирилл Политов. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Снова в законе. Зачем в России вновь разрешили продавать боярышник? Ищет полиция. Кому понадобилось выкапывать ели возле мемориала славы в Барнауле? Кто со спортом по жизни шагает, ученики бийской школы теперь будут заниматься на многофункциональных тренажерах. Для учеников одной из школ зонального района из-за холода до сих пор не начался учебный процесс. В селе Соколова с начала недели безуспешно пытаются запустить школьную котельную, которая отапливает еще десяток жилых домов. Несколько дней назад в сельской котельной подключили новый котел, но оказалось, что его мощности для отопления всех объектов не хватает. Сейчас местные власти ищут еще один котел. На сегодняшний день Соколова один из трех поселков края, где котельная не работает. До сих пор мерзнут и в немецком национальном районе. Там трубы холодные в жилых домах и школах деревень Кусак и Шумановка. Накануне руководитель районного комитета по ЖКХ Владимир Опрышко рассказал нам по телефону, что в одном из сел отопление уже включили, а в другом это случится со дня на день. Сегодня местные жители заверили нас, трубы в домах холодные, а в школе, которая тоже не отапливается, Уроки теперь начинаются с 11 часов дня, чтобы кабинеты хоть немного прогрелись солнцем. По словам жителей, при запуске отопления произошел порыв и лишь сейчас, в октябре, там проводят ремонтные работы. По прогнозам, до конца месяца температура в Алтайском крае не должна опуститься ниже нуля. В России стек срок действия запрета на реализацию непищевой спиртосодержащей продукции бытового назначения. Но другими словами, с 9 октября в аптеках края вновь продают боярышник и прочие, как их называют в народе, фунфырики. Запрет был введен после того, как в Иркутске 78 человек отравились боярышником. Наш корреспондент Алексей Янкин отправился в рейд по барнаульским аптекам. Микрорайон «Поток», улица Чудненко. Запрет на торговлю боярышником истек в понедельник, а приобрести его в здешних аптеках уже легче легкого. Флакончик нам отпустили за несколько десятков рублей. И, как сказали, по новым правилам. В одни руки не более трех флаконов. То есть мы можем отпустить. А это уже улица Попова, густонаселенный район. Продолжаем обходить аптеки вместе с руководителем единственного на Алтае православного реабилитационного центра Константином Симонковым. Скажем сразу, боярышник нам найти не удалось. Но следов продажи другой непищевой спиртосодержащей продукции, антисептика в изобилии. Мы не знаем, связано ли это со снятием запрета или нет, но сегодня во многих барнаульских дворах газоны усеяны вот такими фунфыриками. И сложно представить, что десяткам и сотням людей одномоментно понадобилось обеззаразить свои раны. Скорее всего, флакончики были опустошены не по своему прямому назначению. Аптека продает вот рядом. И они пьют и везде разбрасывают эти фунфырики. Заходим в аптеку и по смешной цене покупаем тот самый антисептик. Константин говорит, что между антисептиком и боярышником для алкоголиков нет разницы. Это подтвердил нам и не совсем трезвый уже с утра прохожий Олег. Покупаете такую штуку или нет? Покупаем. А зачем она вам нужна? Потому что надо похмелиться. Так это же для того, чтобы остановить кровь или обеззарение? Нет. Это потому что надо похмелиться. Она меньше стоит. И приходится брать. Олег раскрыл немало секретов, связанных с продажей дешевой спиртосодержащей продукции. Говорит, чтобы купить, надо быть своим. Вам не продадут. Почему? Ну потому что вы не такие, говорится. Они знают людей. Только своим продают? Да. По округе Олег насчитал более пяти аптек, где можно легко купить фунфырики. Мы боремся с алкоголем, да, с распространением алкогольной продукции на фоне того, что там магазины до девяти, там акцизы поднимаем. И в то же время тут, пожалуйста, вам альтернатива такая, вот боярышник. Все примерно понимают, что вот люди гибнут, люди травятся этим всем. И я не понимаю вот этих вот моментов, как это все совместить. Борьба вот с алкоголем и выпуск вот этого боярышника, разрешение его в продажу снова. Не понимают этого и многие специалисты. Так главный санитарный врач России Анна Попова в одном из недавних интервью пояснила, что число погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями после введения запрета на их продажу в ряде регионов снизилось вдвое. Но пока о новом ограничении ничего не известно. Алексей Янкин, Андрей Печоркин. Наши новости. В Бийске нашли женщину, которая выбросила своего ребенка. Напомним, что труп девочки в конце прошлой недели нашли жителей у мусорных контейнеров, расположенных у дома 18 по улице Мерлина. Несколько дней сотрудники правоохранительных органов искали мать. И оказалась женщина, которая проживает в этом районе. В ходе совместных действий следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции удалось установить женщину, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 ГК РФ, это убийство матери новорожденного ребенка. Ее оказалась 28-летняя местная жительница. Напомню, что тело младенца было обнаружено утром 5 октября на территории одного из многоэтажных жилых домов по улице Петра Мерлина в городе Бийске. В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и мотива совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. По предварительной версии, роды проходили в домашних условиях. В медучреждение женщина приобращаться не стала. Сейчас подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы. Добавим, что подобная история произошла в Бийске и 3 года назад. Тогда в мусорпроводе 9-этажного дома нашли тело новорожденной девочки. Сегодня в Барнауле горела семинария Покровского собора. Пожарные тушили пламя больше пяти часов. Черный столб над территорией храма поднимался полдня, а дым охватил весь район. Пожар произошел всего в нескольких метрах от самого Покровского собора, в здании, где располагалась семинария и воскресная школа. По предварительной информации, огонь вспыхнул в результате короткого замыкания. В час дня на место возгорания выехало около 10 пожарных машин. Примерно через два часа тушения в очаге возгорания произошел взрыв. Предположительно, это был газовый баллон. К счастью, не пострадал никто из сотрудников МЧС. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Помещение само хозяйственное, оно не пострадало. К сожалению, пострадала частично кровь. Из помещения было эвакуировано вместе с первыми привившими подразделениями и силами администрации этого объекта 4 человека. Гибели пострадавших не допущено. В Барнауле сегодня ночью неизвестные похитили больше двух десятков молодых елей у Мемориала Славы. Пока полиция ищет преступника, власти города подсчитывают убытки. Рассказывает Ирина Корчагина. Молодые ели украсили Мемориал Славы всего пару дней назад. Сотрудники горзеленхоза обеспокоились. Приживутся ли деревья? Освещение, почва, посадочные ямы не заболеют ли перед первыми холодами? Никто и не подумал, что главным вредителем для ели станет человек. Сегодня утром на аллее пропало больше десятка хвойных деревьев. На земле еще остались свежие следы преступлений. У нас подрядная организация ежедневно проводит не только осмотр территории, но и уборку территории. Соответственно, высаженные деревья, они очень заметны. Сегодня действительно были выкопаны 22 ели. Поэтому обслуживающая организация, муниципальные унитарные предприятия, гурзеленхоз, обратилась в органы полиции с целью отыскать виновных лиц. Всего на аллее было высажено более тысячи деревьев. Ученики 42-й гимназии каждый день несут вахту на Мемориале Славы. Даже школьники понимают, произошедшее не просто воровство, а кощунство. Мы только что узнали эту новость. Мы следим за этим парком днем, но ночью мы не можем этого сделать. Это ужасный поступок, это осквернение парка, осквернение священного места. Насколько можно было быть таким человеком, чтобы сделать такое? Подобная кража не просто моральное преступление. Воришек ждет реальная ответственность. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. С ближайших зданий изъяты записи с камер видеонаблюдения. А специалисты горселенхоза уже подсчитывают убытки. Живую изгородь здесь в любом случае восстановят в ближайшее время. 22 пустые лунки. Вандалы действовали трусливо, ночью. И куда теперь отправились молодые ели? Кому-то в огород, на продажу или на Новый год? Еще предстоит выяснить следователям. Ирина Корчагина, Николай Шелкон. Наши новости. Для школьников и жителей всего микрорайона в Бийске на территории 12-й школы торжественно открыли спортивную площадку. Многофункциональные тренажеры установили на средства гранта. Учебное заведение победило в конкурсе фонда социального содействия Александра Прокопьева. Депутат Государственной Думы лично присутствовал на открытии. Александр Прокопьев призвал учащихся заниматься спортом, а еще вручил благодарственные письма тем ученикам, кто помогал создавать спортивный уголок. Многофункциональные тренажеры – давняя мечта педагогов и учащихся 12-й школы. Спортивная площадка появилась здесь благодаря учителям физкультуры. Узнав о конкурсе грантов, который проводит фонд Александра Прокопьева, они подготовили проект, успешно защитили его и оказались в числе победителей. Не буду лишний раз говорить о важности спорта, это для всех нас очевидно. Но именно потому, что он важен, я выбрал и поддержал этот проект под названием «Все на спортивную площадку». Я хотел бы сказать о другом. В этом проекте мне искренне понравилось то, что на этих уличных тренажерах сможете заниматься не только вы, но и все жители микрорайона. Это очень важно. На реализацию проекта «Все на спортивную площадку» школа получила 200 тысяч рублей. Шесть уличных тренажеров заказывали в Бийске. Устанавливать оборудование и заниматься благоустройством помогали школьники. Депутат Госдумы Александр Прокопьев за оказанное содействие активистам вручил грамоты. Спасибо тебе огромное. Спортивный комплекс востребован. Школьники занимаются здесь не только на уроках физкультуры, но и на переменах и в свободное время. Начиная с 7 утра и заканчивая 9 вечера, дети здесь на площадке. Иногда родители просят их уже просто попросить из школы, для того, чтобы они шли домой. У нас очень много здесь людей из нашего микрорайона. Ну и взрослые, самое главное, взрослые с маленькими детьми, они показывают, как пользоваться тренажёром ещё дошколятом. Оборудование безопасно и соответствует всем нормам. Сегодня на спортивном празднике школьники рассказали о тренажёрах и показали, как правильно заниматься на них. Это тренажёр верхней тяги. Он разрабатывает мышцы спины, бицепса и верхнего плечевого пояса. Тренажёры предназначены для всех групп мышц. Они задействуют практически весь организм. Тренируют сердечно-сосудистую систему и не только. Ветеран спорта Анатолий Козёных давно ждал, когда в шаговой доступности появятся такие современные тренажёры. Это замечательно, просто прекрасно. Лучше слов-то и не найдёшь. Конечно, будут заниматься, какой разговор. Лишнее движение, оно всегда только помогает здоровьям. Укреплять своё здоровье и поддерживать физическую форму на спортплощадке. Теперь будут и школьники, и жители всего микрорайона 12-й школы. Евгений Плохотин, Анастасия Исаева, Иван Зяблицкий. БИСК специально для наших новостей. Президент Барнаульского «Динамо» Виктор Сигарёв запретил своим футболистам играть в мини-футбол. Об этом руководитель объявил во время сбора команды перед зимней паузой. Игры такого формата, по мнению президента, не идут на пользу его подопечным. Какие ещё новости пришли из Стана Сине-Белых и о других событиях из мира, где стараются быть быстрее, выше, сильнее, прямо сейчас расскажет наш коллега-спортсмен Станислав Сергеев. Станислав, «Динамо» действительно нацелилось-то на первое место? Похоже, так оно и есть. Правда, формулировка в исполнении президента клуба звучит несколько иначе. Мы постараемся побороться за первое место. Осторожничай, товарищ президент, очень осторожничай. Это эксклюзивные кадры, которые нам удалось снять во время встречи Виктора Сигарёва с командой перед перерывом. Нет, не перед обедом, на зимнюю паузу. Обещая встретиться вновь, теперь уже весной. Тогда «Динамо» должно будет отыграть ещё 9 матчей. Пока же барнаульцы занимают первую строчку рейтинга. В связи с этим глобальные сети болельщиков подняли главный вопрос. Звучит он так. Если «Динамо» выиграет чемпионат, откажется или нет повышения в классе, то есть выхода в ФНР? Удивительно, 98% болельщиков считают, что да, откажется. 2 оставшихся процента приходится. А. На моего коллегу, ярого поклонника «Динамо» Кирилла Политова. И Б. Самого Виктора Сигарёва. Вот так вам ответ. Товарищи пессимисты. Ну, какую-то сумму, я думаю, мы реально набрать и, в общем-то, начать выступление в НЛ. Ну, в общем-то, затем мы собираемся выигрывать. Так уж, если… А не просто, чтобы, как обречённо там, мы никуда не пойдём. Ну, я такого, во-первых, не говорил никогда, что мы не пойдём и не собираюсь говорить. Сразу же, после завершения осенней части чемпионата, уже в футбольной национальной лиге, «Гендир» намерет посетить штаб Новосибирской Сибири, будет обновлять базы образца 2008 года, то есть перенимать опыт. Остаётся надеяться, что этот опыт ему всё же пригодится. Помощь попросил и один из болельщиков всё того же «Динамо». Поклонник в активном поиске розы. Нет, ни цветка. Так на языке фанатов называется шарф. Этот элемент гардероба среди болельщиков синебелых считается достаточно редким экземпляром. Автор Максим Чикалов просит откликнуться тех, у кого есть такая роза. Как бы ему в итоге гербари не подарили. Подарки в виде целой роцепи медалей собрали несколько наших земляков-кикбоксёров. Спортсмены из клуба «Лидер ПРО» на других посмотрели, заодно и себя показали в Анапе. Это международный турнир под названием «Кубок мира». 15 команд, почти 1000 участников и всего 3 призовых места в каждой категории. Нас интересует раздел «Лайт» и «Сэмиконтакт». Так, за победу бились представители «Алтай» Виталий Питков, Елена Машкова, Данил Щедников, Денис Габельник. В итоге на четырех у них 3 серебра и 3 бронзы. Все тренируются у Игоря Филикова. На этом у меня всё. Это были новости спорта от Станислава Сергеева. Качественной мышечной массы вам и новых жизненных побед. Коллеги, продолжайте выпуск, пожалуйста. Спасибо, Станислав. И к этому часу все новости. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения и до встречи в эфире. Личный кабинет налогоплательщика юридического лица – это электронный интерактивный офис, который упрощает взаимодействие с налоговыми органами. Он позволяет сэкономить время на личных визитах в инспекцию, получать необходимую информацию и решать многие вопросы удаленно, через интернет. Для доступа к личному кабинету руководитель или лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности, должен получить сертификат ключа электронной подписи в любом удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Для первого входа в кабинет руководитель организации должен подписать соглашение о предоставлении доступа и пройти процедуру регистрации. Эта процедура необходима для обеспечения максимальной защиты данных организации от несанкционированного доступа. После регистрации руководитель может предоставить своим сотрудникам различные права доступа к сервисам и данным. Например, бухгалтеру могут быть доступны данные по всем филиалам, но только в рамках просмотра сведений о расчетах с бюджетом, а директору филиала – все сервисы, но только по своему подразделению. Личный кабинет предоставляет большое количество сервисов для общения с налоговыми органами. Зарегистрируйтесь. Это действительно удобно. Добро пожаловать!